Привет, меня зовут Мара Багантар и это мой блог для Крымреалии, где будем говорить о последних новостях, касающихся Крыма и разбираться, что они значат. Прошла 73-я Генеральная Ассамблея ООН. Кроме прочего, обсуждали и ситуацию в аннексированном России Крыму. В целом, сам факт того, что вопрос вообще попал в программу на день, уже достижение. О чем говорил Порошенко, тут понятно. О крымских политзаключенных, о балахе Синсове, крымских татарах, репрессиях, дискриминации, об арестах по сфабрикованным делам. Порошенко сделал красиво. С одной стороны, призвал больше давить на Россию, мол, Украина случилась после Грузии как раз из-за отсутствия реакции. Что молчание – это то, чего хочет Кремль, что вето мешает ООН, когда используется для ухода от ответственности. И недвусмысленно намекая на Россию и ее приспешников. С другой стороны, подчеркивал, что мы, конечно, за мирный и дипломатический путь. Это ведь именно то, что хочет услышать Запад. Поэтому говорил о судебных разбирательствах Украины против России, о том, что Москва должна ощутить мощь международного права. И тут не забыл задеть главное больное место – бесполезности этого. Ведь в апреле этого года Международный суд постановил снять запрет на деятельность Меджлиса, но Россия игнорирует до сих пор. Выдал два пугающих момента – то, что Россия хочет оккупировать Азовское море и что Крым был превращен в военный плацдарм, что угрожает Черноморскому региону. И напоследок призвал к реформе архитектуры безопасности. И намекнул, что Украина рассчитывает на поддержку соответствующих резолюций. Российские СМИ, понятно, не оставили выступления Порошенко без внимания. Забавно вот что. По сути, выступления новостей было ничтожно мало в сравнении с традиционным для России троллингом. Главных шуток было две. Первое – в лучших традициях таблоидов обсуждали костюмы президента Украины и США. В частности, то, насколько они, мол, похожи. Совпадение якобы или нет? Соловьев специально потратил часть эфира, чтобы тоже об этом пошутить. Досталось и платьем первых леди. Ну и да, действительно, темный костюм и черный цвет платья – это, конечно, редкость для деловой одежды. Или скорее стоит в духе кремлевской риторики сказать «да в каждом магазине можно купить». Вторая шутка оказалась того, что Порошенко случайно зашел в комнату, где была российская делегация. У Лаврова получился совсем сюр. По его версии, Порошенко перепутал переговорную Лаврова с туалетом. То есть Лавров сам себя сравнил с уборной, как предположили некоторые украинские СМИ. Ну, он сам это сказал, если что. А еще момент – писали, что фото Порошенко с Трампом высмеивали пользователи соцсетей. Вот только ссылок не дают. А если посмотреть в комментариях под постом в твиттере Святослава Цеголко, пресс-секретаря президента Украины, то легко заметить, что, например, среди тех, кто агрессивно комментирует, есть смахивающий на классических ботов троллей с полным или почти полным отсутствием своих постов и постоянными ретвитами. Но шутки в сторону. Для чего все это? Да, вопрос в обсуждении Ассамблеи ООН протянули. Ура украинским дипломатам и спасибо странным союзникам за поддержку. Но это ли не очередной бюрократический монстр, который сопереживает, выслушивает всех и даже человека, который только что вытащил из вашего дома все ценности или откусил часть вашей территории? Но на этом в целом все и заканчивается. Недаром ее в народе иногда называют организацией обеспокоенных наций. Да, ООН могут издать резолюцию. Например, по Украине с 2014 года выходило уже две резолюции. Одна сразу в марте про территориальную целостность. Подтвердили ее в признанных границах, то есть с Крымом и Донбассом. Не признали так называемый референдум в Крыму и призвали другие страны к тому же. Работает ли это? Результат первый мы в какой-то степени можем наблюдать по официальным позициям стран. Не признание так называемого референдума в Крыму и не признание аннексии. Но если говорить о прошлогодней резолюции по Крыму, то там от России, например, требуют отменить запрет Меджлиса. Так он все еще в списке экстремистских, запрещенных в России организаций. И тут важно понимать, что ассамблея рекомендует, а не требует, даже когда говорит, что требует. И что реального механизма заставить страну что-то сделать в целом не существует. Ну а санкции против России начались до резолюции. То есть не так уж связаны, по крайней мере, их начало с резолюцией 2014 года по территориальной целостности Украины. Тогда в чем прикол? Киносамблея это, по сути, площадка, где страны ООН могут обсуждать свои проблемы. А позже на основе резолюции могут уже происходить последующие изменения. Но что, если страна не хочет выполнять рекомендацию резолюции? Предшественница ООН, Лига наций, не смогла сделать то, ради чего было создано предотвратить Вторую мировую войну. Да и Мюнхенский сговор в целом в те же ворота, когда фактически целая страна была отдана на откуп Германии. Теперь же ООН находится в ситуации, когда ее резолюции игнорируют, да и опыт показывает, что это не первый раз, когда ей сложно справиться с конфликтами. И, по сути, Украина сейчас и защита ее от агрессии России – это такой краш-тест современной архитектуры безопасности в целом. И ООН, в частности, справится ли с ним ООН?